Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Мекрюков, кандидат медицинских наук, специалист по удалению лазерному. Сегодняшний вопрос к нам поступил от зрителя из Перми. Вопрос такой, что делать, если лазерный луч, импульс попал в глаз? Вообще, конечно, ответ не надо делать, чтобы он туда попал, надо сделать все, чтобы он туда не попал, но что делать, какие действия и что будет вообще? На самом деле для того, чтобы исключить попадание лазерного луча в глаз, существуют защитные очки. Прежде всего, это обязательно использовать защитные очки для клиента, то есть сплошные, которые будут защищать его от дурных попаданий, от случайных попаданий, от каких-то незапланированных и так далее. Когда специалист работает, он не должен совершенно отвлекаться, он должен быть сосредоточен на процедуре, полностью контролировать лазер и так он отключает, потому что эти лазеры, которыми мы удаляем татуировки, относятся к четвертому классу опасности. По классификации это самый высокий уровень опасности лазерных систем. Не зря у них столько степеней защиты. У кого лазер есть, они знают, что нужно включить ключ, нужно запустить меню, включить настройки, включить ламку накачки, потом включить пуск, после этого нажать на педаль, и еще у некоторых систем есть отсрочка и звуковой сигнал, прежде чем сработать. То есть это до 6-7 ступеней защиты, ступеней защиты прежде, ну как бы от случайного срабатывания. Что будет, если в глаз стрельнет? Вот удалял он века, на веки стрелку, и клиент повернул глаз, а в этот момент он ему щелкнул. Ну вот я дурную ситуацию. Скажем так, каких-то действий, которые, возможно, стоит предпринять мастеру, специалисту, в принципе нет. Он ничем не сможет как-то быстро компенсировать за, скажем так, исправить. Поймать пар от глазного яблока. Что-то исправить не получится. То есть в любом случае нужно обращаться к врачу, нужно вызывать скорую помощь. Ну, допустим, закрыть и вызвать скорую, заложить корни гель, какое-нибудь. Какое-то местное охлаждение еще использовать, чтобы хоть как-то забрать иплылый импульс. Но в целом, если это попадает на белковую оболочку глаза, то теоретически ничего страшного не будет. Потому что белковая оболочка не поглощает вспышку, максимум какое-то точечное кровоизлияние из-за мелких сосудов, как бывает иногда, белковую оболочку. А есть интересные какие-то случаи, фотографии, покажите? Есть, на самом деле, случаи. Есть попадание, например, в открытый зрачок. Но в целом прогнозы, понятно, что это крайне неприятные для пациента, это очень шоково и стрессово. Это весьма тяжелая ситуация, но в целом прогнозы в основном благоприятные. Благоприятные почему? Глаз не вытечет, в общем-то, голова не взорвется. Зрение будет падение, конечно. Этого лучше избегать. Понятное дело, для этого очки и делаются. Защитные очки должны быть не только у клиента, но и у специалиста, потому что отраженный отблеск от чего угодно в кабинете, случайное срабатывание и так далее может привести точно также к попаданию отраженного света. А даже отраженный бликовый какой-то свет в данном случае, да, даже в такой случае у этих лазеров считается опасным. Поэтому в любом случае нужно очень аккуратно сработать в данной ситуации, в общем-то. Эксперт- Правило номер один. Не делаем никакого маразма для начала на веках, который просят клиенты. Они просят часто, чтобы потом не удалять, не лезть на глаза. А если уж мы удаляем, то делать все, чтобы не попасть в глаз. Благоприятные очки. В целом, по-хорошему, с точки зрения, может быть, юридическое, наверное, правильнее вызвать все-таки скорую, зафиксировать. Но с другой стороны, себя тут же как бы подставляешь, в общем-то. Но клиент вряд ли отнесется с пониманием, ну ничего, в глаз попали, ничего страшного. Такая ситуация будет крайне маловероятная. Если мы просто закапаем, реально будет сразу, конечно, снижение зрения довольно сильное. Чек-клиенты – это очень сильно. Белок? Белок нет. Белок не должно быть. Это будет какое-то кровоизлияние, потому что белок просто белого цвета, собственно говоря, и он просто не поглощает вспышку. Если попасть в 532 насадкой, это тоже маловероятно, потому что этой насадкой с глазами обычно не работают, в общем-то. То есть, там будет больше повреждений, больше травм, в общем-то. То есть, 1064 должно благополучно закончиться именно на белковой оболочке. Если попадание идет в радужку, опять же, от цвета глаз зависит, но, я думаю, будет серьезное повреждение именно радужной оболочки. Случаев, честно описанных, именно радужной оболочки не встречал. В открытый зрачок попадали. То есть, в открытый зрачок, то есть, расширенный, который, в общем-то, да, то есть, человек открыл глаза, услышал щелчок у себя даже в голове, ну, то есть, в глубине у себя, да. Реальное падение зрения, реально там разборок было очень много и в итоге, как бы, ну, в итоге позитивный исход, все закончилось, зрение восстановилось, но это очень тяжело. Да, то есть, в любом случае, не доводите до этого, как бы, да, то есть, защитные очки на клиенте и при работе с веком, если вы не уверены, если вы не понимаете, что вы делаете, как вы делаете, почему, да, то есть, лучше этого не делать, то есть, работать. Да. Даже если вы не будете работать с глазами, это не более 5% всех обратившихся, то есть, этим можно пренебречь, в общем-то, да. Всем спасибо за просмотр. Будут вопросы, пишите в описании к этому видео. Это был Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Всем пока.